Здравствуйте снова, друзья! Приветствую всех, кто снова на моём канале. Нас очень много. Сейчас уже 14 тысяч с половиной подписчиков у меня. С чем я вас всех и поздравляю. Поздравляю себя, что у меня, в общем-то, канал потихонечку развивается. Вы знаете, огромный груз ответственности, чувствую, упал на мои плечи. Теперь, когда появилось подписчиков у меня, больше 10 тысяч, поверить в это трудно, даже представить сложно. Вот, такое огромное количество людей. У всех, конечно, свои привычки, у всех, конечно, свой интерес. И все мы разные, друзья, но, наверное, что-то всё-таки нас объединяет на этом канале. Давайте относиться друг к другу уважительно, вежливо. Давайте уважать чувства друг друга, время друг друга. Я желаю вам всем приятных просмотров. Не забывайте ставьте лайки, кому нравятся мои видео. Кто хочет что-то дополнить, может быть, кто-то хочет, может быть, какие-то новые сюжеты услышать. Пожалуйста, пишите. Я всегда читаю все ваши комментарии. И, в общем-то, даже стараюсь большинство из них отвечать. Сегодня я привела вас опять на берег океана Атлантического. И хочу, чтобы вы опять насладились шумом волн. И вот, может быть, даже немножко со мной вместе порелаксировали здесь. Вот на эти набегающие волны смотреть никогда не устаёшь. Сегодня, наверное, всё-таки у меня будет немножко необычное видео. Вы знаете, вдруг вот случайно... Хотя, говорят, ничего не бывает случайно, да? Ну, вот мне попалось на глаза вот такое вот четверостишье. Увянет тело, красота сойдёт с лица. Таблетка молодости так и не придумана. Погаснут чувства, но до самого конца. Пускай останется хотя бы чувство юмора. Мне понравилось. И вот, вы знаете, эта коротенькая четверостишья, она навеяла мне небольшой сюжет к моему вот этому новому видео. Сначала хотела вам видео показать в пабе, потому что, думаю, раз я буду рассказывать английский юмор, там больше всё про английских лордов, наверное, в пабе и будет это более интересно. Но, вы знаете, настолько сегодня хороший день. У нас опять плюс 15, и настолько ясно вокруг, и ветра нет, что я решила всё-таки с вами погулять, друзья. Сейчас пройдёмся с вами по одной из многих английских улиц. И я вам расскажу немного английских анекдотов. И вы, конечно же, слышали, друзья, и наверняка знаете о том, что вот такой вот специальный тонкий английский юмор. Он стоит обособленно и довольно интересен. Я сейчас специфический английский юмор немножко вспомнила для вас. Именно то, что мне нравится, сейчас расскажу. Короткий диалог вот между лордом и его лакеем. очень часто. И вот один из таких коротеньких английских анекдотов. Что это хлюпает в моих ботинках, Берримор? Овсянка, сэр. А что она там делает? Хлюпает, сэр. Сэр, я хотел выразить вам своё сочувствие. Я услышал, что ваша жена убежала с вашим лакеем. Ничего страшного, Джон. Не волнуйся. Я всё равно хотел его уволить. Вопрос. В какой руке должен держать вилку джентльмен, если в правой руке он держит котлету? Лорд стоит у окна и смотрит на утренний туман. К нему подходит дворецкий. Сегодня смог, Билл? Поздравляю вас, сэр. Здесь вот такая неподражаемая игра слов. Очень короткие фразы, которые как раз и составляют вот изюминку английского юмора. Диалог в ресторане. Что будете заказывать, сэр? Я бы хотела съесть вот то, что ест тот джентльмен у окна. Боюсь, что это не получится, сэр. Он не отдаст. Потоп, потоп, кричит испуганный дворецкий, забегая в спальню к лорду. Скажи, как положено, Берримор? Дворецкий выходит, потом заходит снова и говорит. К вам, темза, сэр. Английская пара приехала в отель. Заходят в номер. И вдруг жена, увидев паука, начинает орать. Паук, паук! Ой, кошмар! Какой кошмар! Караул! И ей муж отвечает. Ну, что ж ты так расстраиваешься, дорогая? Что ж ты кричишь? Паук тебя тоже видит. Но ведь он же не кричит. Поспорили как-то английский и русский офицер, что денщик русского офицера съест целого теленка. Ну, ударили по рукам. Приготовили из теленка биштексы, отбивные, паштеты, всякую разную вкуснятину поставили на стол. Пригласили денщика. А, он уселся, ел-ел, ел-ел, практически уже все съел. И вдруг подзывает своего хозяина, офицера, и говорит, господин офицер, может быть, все-таки теленка пора нести. Я гуляю, показываю вам красивейшие коттеджи английские. Надеюсь, что вы это оцениваете и видите, да? Вот этот вот колорит английский. И специально вам рассказываю английские анекдоты, английский юмор. Не знаю, как он вам кажется, тонкий или не тонкий, но это вот то, что я вспомнила. Хотя, возможно, вы знаете много больше. И вот еще такой анекдот, который обожают англичане. Это как раз связано с тем, что я подчеркивала много раз, что англичане очень не любят американцев. И вот в связи с этим у них есть такой анекдот, обожаемый всеми. Когда американский журналист берет интервью у английского писателя, и по обыкновению он забросил ноги на стол, и потом вдруг опомнился и говорит, «О, сэр, я не спросил у вас. Возможно, вас это смущает, что я забросил ноги на стол». Ему спокойно отвечает английский профессор. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, сэр, все в порядке. Вы можете положить на стол все ваши четыре ноги». Тут можно смеяться. Такой вот, не знаю, тонкий английский юмор. А еще вот они очень часто любят смеяться над ирландцами. Ирландцы – это одна из... Ирландия – это страна, которая входит в состав Великобритании. Но все-таки англичане и ирландцы, они очень разные. И они, так скажем, мягко друг друга недолюбливают. И вот тоже такой есть всякие... Очень много здесь таких анекдотов с этим, как подтрунивают над ирландцами. Я вот, к сожалению, вспомнила только один, но я бы не сказала, что уж он такой смешной. Там в Ирландии драка, дерутся несколько ирландцев. Вдруг подходит к ним английский джентльмен и спрашивает, здесь любой может принимать участие? Или это все-таки частная драка? Ну вот такой тонкий, или даже, я вам сказать бы, не тонкий юмор, но он подчеркивает вот эти вот особенности ирландцев, что они всегда себя как-то очень обособленно держат и ставят везде. Это ведь, знаете, нам кажется, что вот Великобритания, и в состав ее входит четыре маленьких страны. Англия, Ирландия, Уэльс и Шотландия. И вроде бы как они должны все дружно жить, но ничуть не бывало. Здесь такие распри, вот многовековые разборки. И вот Ирландия, Северная Ирландия, я так неправильно говорю, потому что не Ирландия, а Северная Ирландия именно входит в состав Соединенного Королевства. Так вот, ирландцы и Ирландия всегда были притесняемы англичанами. Англичане притесняли также и шотландцев. И продолжают они их притеснять. Ну вот в каком смысле притеснять? Вы знаете, может быть, я опять неправильно выражаюсь, я уже теперь стараюсь аккуратно все это рассказывать, и вам поясняю свою мысль. Вот понимаете, какое дело? Это, наверное, получается то же самое, как вот у нас в России ведет себя Москва и москвичи. Те, кто... москвичи, пожалуйста, извините меня, но это так, что Москва отдельное государство, и Москва, конечно, борзеет с каждым годом. Все больше и больше в Москве сосредоточены 85%. Всех денег Российской Федерации. Все об этом знают. И москвичи, вот это вот перекладывая плитку по нескольку раз в году, ставя новые бордюры, они как раз вот осваивают бюджет, который там у них миллиарды и миллиарды долларов. А остальным, остальным бедным регионам ничего не достается. И вот это то же самое, что происходит здесь. Здесь таким же образом, как Москва в России, здесь ведет себя Англия по отношению вот к Шотландии, к Северной Ирландии, к Уэльсу. Все деньги они забирают себе. И поэтому уже ропщат давно оставшиеся, оставшиеся с ними вместе. По крайней мере, Шотландия. Они давно хотят отделиться, как вы знаете. Но не хочу я опять вдаваться, вдаваться в такие глубокие подробности. Давайте лучше мы с вами все будем жить дружно и просто будем наслаждаться видом. Иногда, конечно, уж настолько красивые садики, настолько красивые домики, что я просто в восхищении показываю вам. Надо будет мне поговорить с моими старыми английскими друзьями, чтобы они мне показали опять какие-то богатые дворцы лордов. Хочу вас свозить и показать, потому что тоже здесь их великое множество. А вообще вот я гуляю, видите, улицы пустынные. Это вам не Лондон. Много раз спрашивают у меня, почему здесь так пусто на улицах. Ну вот, мало живут людей. В основном люди пожилые. И предпочитают они ездить на машинах. Вот, наверное, как-то так. И напоследок расскажу вам одну притчу. Такую, ну не знаю, интересную про жизнь. Это вот учитель и ученики. И вот очень мудрый учитель. Он их учил жизни и никогда не ошибался. Знал ответы на все вопросы. И однажды один ученик решил учителя как-то все-таки подловить. И он сказал, что сейчас я загадаю загадку такую, что учитель не сможет ответить. Он пошел в лес, он поймал бабочку. И он зажал ее между ладонями. И понес ее к учителю. И бабочка у него в ладонях, она трепетала крылышками. Она шевелила лапками, она щекотала ему его ладони. Ему было весело, ему было смешно. Он шел и улыбался. У него было прекрасное настроение. И когда он пришел к учителю, он подумал, что я сейчас не дам ответить правильно моему учителю. И если он скажет, что у меня живая бабочка в руках, то я ее задавлю. Он подходит и спрашивает учителя. Скажите, пожалуйста, наш бундрый учитель, а что в руках у меня бабочка? Живая или мертвая? И учитель, не глядя, ему ответил. Все в твоих руках, мой дорогой. Вы знаете, не знаю, как вам, а мне вот очень понравилась вот эта вот старая притча. Все в твоих руках, все в наших руках. Наша жизнь в наших руках. И вот эта вот порхающая бабочка, как и жизнь трепетная в наших руках. И все зависит только от нас. Задавим ли мы эту бабочку каким-то таким вот неосторожным движением. Или мы ее выпустим на волю. Это, как говорят, тоже. Вот Ирина Хакамада, тоже обожаю эту женщину. Очень умная, мудрая, восточная женщина. И вот она тоже все время говорит о взмахе крыла бабочки, что любой взмах крыла бабочки, любое изменение, то есть имеется в виду, что даже взмах крыла бабочки, он может поменять всю нашу жизнь. Есть даже фильм по этому поводу. Помните, как там возвращались в прошлое люди из будущего, и они случайно там, по-моему, уронили что-то такое. Им нельзя было ничего там трогать в этом будущем. Но кто-то неаккуратно, неосторожно уронил какую-то маленькую книжку. И получилось так, что когда они вернулись в свое будущее время, там все было абсолютно по-другому. То есть произошел вот такой вот коллапс. И одно неверное движение изменило всю последующую жизнь. Вот как интересно. Я смотрю и не пойму. Это ведь, по-моему, оливка. Оливка, олива, дерево. И оливки такие. Тоже вижу впервые. Еще раз это говорит о том, в каком теплом климате находится остров Уайт. Конечно же, вот видите, здесь и черные даже. Зеленые оливки и черные оливки. О, это просто великолепно. С ума сойти. Я не видела никогда. Ну, они, скорее всего, не возревают, конечно. Но сам факт того, что на дереве оливки. Да. Опять вспомнила историю. Вы знаете, я была... Пока иду, гуляю с вами. Мне кажется, здесь так интересно красивые домики вам показать. Ну и вот. Так вот, вспомнила как раз в связи с оливами. когда мы поженились с моим английским мужем. Там нам англичане все подарили открыточки очень красивые, как это у них принято. Но никаких особых подарков они не дарят на свадьбу. Вот. Ну и, тем не менее, там одна женщина, мэйдж, от которой 96 лет, я рассказывала вам, она прислала уже... А, нет, нет. Не до свадьбы, не после свадьбы, а до свадьбы она прислала такой подарок с доставкой на дом. звонят нам в дверь, муж открывает и заносят огромный такой ящик. Ну, ростом с меня, наверное, упакованная такая коробка. Муж говорит, о, смотри, это, наверное, такой тебе букет цветов такой красивый. Ну и стал распаковывать, снимает, снимает эту всю бумагу, распаковку. И вдруг он видит, что там маленькое дерево оливы, очень крохотное, но оно в таком большом горшке посажено и вроде как даже неплохо себя чувствует. Мне как-то, вы знаете, понравился этот подарок. Он даже, по-моему, какой-то такой символический. А муж мой, он как-то даже, знаете, подразозлился и так фыркнул и сказал, какая глупость, что это дарить деревья, женщине на свадьбу дарить деревья. Я бы лучше подарил букет цветов. Ну, не знаю. Мне, вы знаете, подарок этот очень понравился. И я это дерево сразу высадила там у нас в небольшом садике. Вот. Ну, вы знаете, как-то оно не очень прижилось и очень болело, и почти оно, оно и не умирало, знаете, так и не жило. Как здесь англичане говорят, оно такое было unhappy. то есть несчастливым таким оно выглядело. И вот за эти 10 лет, когда мы жили там, в бангало, это было в саду нашем, это дерево, оно практически не выросло. Сейчас, не знаю, его судьбу, может быть, новые жильцы его даже и выхарчивали. Спасибо всем, друзья, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо всем, кто поставил лайк. Спасибо также всем, кто смотрит рекламу и не пропускает ее. Еще раз повторяю, монетизация моего канала зависит только от просмотра рекламы и не от чего больше. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго, увидимся, пока-пока.